хочу показать прибор которым часто пользуемся называется флюк известная фирма 725EX это калибратор часто мы его используем для прозвонки целостности прохождения сигналов убедиться что линия целая давайте вскроем его посмотрим какая комплектация у него шнурочки еще комплект так ну и вот сам прибор так он выглядит прибор многофункциональный он измеряет моделирует напряжение вот этот разъем предназначен для подключения этого калибратора к модулю давления сейчас у него нет наличия чтобы показать также модули давления они разного типа ну подключаются сюда подключаем и разъемы для измерения напряжения тока и замкнутой подачи питания разъемы для моделирования измерения напряжения сопротивления частоты сюда разъема для моделирования измерения тока выполнения измерений термосопротивлений 3-4 ватт это двухпроводные трехпроводные и четырехпроводные которые показывают самое точное сопротивление у нас так ну вот кнопки включения это подсветочка так включить на 1 на какие-то значения предыдущие у нас высветилась шкала здесь две шкалы верхняя и нижняя подсветочка вот она видно что загорается вот этой кнопочкой мы выбираем функции измерения напряжения миллиамперы или циклического питания на верхнем экране вот здесь вот этой кнопкой мы выбираем функции измерения давления и кнопка обнуление светка здесь кнопочки переключение между функциями измерения моды и моделирование частоты и омов у мы и показывает температура переключение с цельсии на фаренгейты так вот этот сто процента кнопочка сто процентов где написано вызов исходного значения из памяти что соответствует сто процентам диапазона и установка в качестве исходного значения позже я покажу шаг изменения на 25 процентов повышение шагом на 25 процентов и понижение и 0 процентов это вызов исходного значения из памяти проверка прохождения сигнала допустим 4 20 миллиампер в линию мы выдаем с прибора 5 сигналов сигнал мы будем моделировать и наблюдать по нижней шкале переключаемся в миллиампер и мили вольт и вольт и миллиампер и выставляем шаг на 0 то есть первый сигнал у нас 4 миллиампера как и сейчас помощи этого прибора проведем измерительные замеры линии линии сигнализации сигнала 4 20 на линию будет подаваться 5 сигналов 48 12 сигналов 48 миллиампер и мили ампер подает ампера вода 20 на ампере линии идет обрыв таким образом проверила так ну еще основное чем чаще всего приходит приходится пользоваться этим прибором при измерении сопротивления термосопротивления типа pt100 это 1000 у нас они бывают и двухпроводные и трехпроводные включаем прибор измерение будет проводиться на нижней шкале клавиши селекторные переключаемся в режим миссур и выбираем тип термосопротивления кнопка ртд долгое удержание вот здесь вот видно тип сопротивления мы выбираем так pt100 в нашем случае вот есть это 1000 и выбираем клавишами увеличить уменьшить тип сопротивления двухпроводное трехпроводное и четырехпроводное и проводим измерения подключаем сопротивление к соответствующим гнездам сейчас откинем жилы и произведем замер термосопротивления жилы и посмотрим на каких клеммах он сидит а четырехпроводные теме сопротивление 4 вывода на улице минус 15 оборудование не в работе примерно это должны показать прибор подключен по четырехпроводной схеме включаем прибор переходим в режим измерения сопротивления термосопротивления вот шкала появилась так у нас pt100 градусники и вот показывает температуру которая сейчас дренажной емкости там установлены насосы и термосопротивление установлена на измерение температуры в подшипниках минус 7 94 градусов подключена по четырехпроводной схеме плюс плюс минус минус ранее я говорил об установке выходных параметров шкул и 0 процентов включаем прибор миллиампера будем получать переходим в режим моделирования выставляем миллиампера здесь меня гипс стоят миллиамперы так и задаем нужно значение 424 20 миллиампер выставляем верхний порог сейчас у меня здесь стоит сто процентов миллиампер ну и процентов 6 выставляем верхний порог зажимаем мяточку сто процентов выдерживаем верхнее значение зафиксировалось нижнее значение четыре дня ампера сейчас показывает минус 14 процентов нижний порог задаем значение сохранилось шагом 25 процентов 8 16 20 подключим измерительные щупы так это у нас на верхнюю шкалу шкала измерения будет хилл и шкалу 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 шкала у нас будет моделировать 420 миллиампер Так, обмавляем, тут у нас нижнюю значение 4 дампера. Так вот, верхняя шкала нам начала покровить. И 20 мА. Так, еще хочу сказать, что вот эту удобную функциональную кнопку, вот это автоматическое линейное изменение выхода, вот это с интервалом 40 секунд, вот это с интервалом 15 секунд. Смоделируем частоту. У меня есть другой прибор, мы им и замерим частоту. Так, есть такой же прибор, Flux 117. Перекручиваем. Выставляем герцы, ну допустим герцы. Включаем флюк на герцы. Включаем флюк на герцы. Включаем флюк на герцы. Из меня моделирует клапец. Один клапец. Один эддер. Включаем флюк на герцы.